Плановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 3 ноября. На повестке дня, как и ранее, текущая эпидемиологическая ситуация в Десногорске и меры по её оптимизации. К 3 ноября нарастающим итогом в Десногорске 680 заболевших коронавирусом. Из них выздоровевших 62%, это 422 человека. В целом, динамика пока не даёт поводов говорить об улучшении ситуации с ковидом. За последние 7 дней отмечено 60 новых случаев заболевания. На 70 койках находится 66 пациентов. За неделю поступление пациентов увеличивается. Тенденция достаточно тревожная складывается. Соответственно, сейчас мы прорабатываем вопрос об организации дополнительных и развертывании дополнительных коек. Пока коечный фонд планируется увеличить на 30 единиц, до 100 мест. В связи с этим подготавливаются материальные запасы и новое штатное расписание, в котором будут задействованы ординаторы из Медицинского университета Смоленска. Два клинических координатора у нас идут работать в инфекционную поликлинику. Один врач-ординатор у нас идёт врачом-стажёром, пойдёт во вновь открываемые койки ковидные. И в понедельник ожидаем ещё прибытие двух клинических координаторов, анестезиологов, реаниматологов. Только начавшийся учебный процесс в школах уже на 3 ноября окончился для двух классов двух школ. Из-за случаев ковида очное обучение прекращено для 4 класса первой школы и 9 класса четвёртой. Ранее мера уже коснулась одного класса второй школы. Итого на дистанционном обучении находятся 72 человека. На больничном также и персонал учебных заведений. Наиболее серьёзная обстановка в 4 школе, где 60% руководящих сотрудников заболели. По всем остальным школам количество заболевших составляет 5-6%. В первой школе 13%. По образовательным дошкольным учреждениям критическая достаточная ситуация в детский сад Теремок, руководящих 50% работников, остальных 38-22%. В лесной сказке по руководящим всё хорошо, по педагогическим 23%. И в детском саду «Ласточка» 43% младших воспитателей, 23% от служащего персонала находятся на больничном. Глава города Андрей Шубин поручил представителям городских служб незамедлительно докладывать ему о дальнейших изменениях эпидемиологической ситуации и мерах по реагированию на них.